Приветствую вас, и вы скажете, ну вот давайте мы, наверное, с вами сделаем так. Я прочитал ваш вопрос, и тут на самом деле целый ряд вырисовывается моментов, которые я бы хотел утодлить у вас. Очень большой страх потерять родных, особенно маму, страх смерти, частые мысли, что с ней может все случиться, я останусь одна. Вот, вы знаете, на мой взгляд, ключевой момент именно в том, что вы боитесь остаться в одиночестве. То есть вы не можете представить себе, что вы будете делать одна, чем вы будете заниматься одна и так далее. Вот, эмоциональная зависимость от вашей мамы, она, безусловно, очень сильно здесь бросается в глаза, она видна невооруженным глазом. И если вы хотите свою ситуацию поменять, если хотите что-либо изменить в своей жизни, то я рекомендую вам посмотреть, в первую очередь, в ту сторону. Именно того, чтобы сепарироваться от мамы, отделяться от нее и жить самостоятельно, учиться жить самостоятельно. Что же касается страх смерти, то за ним может быть много всего. Это как и навязчивые мысли, это и страх неопределенности, и, соответственно, нужно будет тогда вот этот страх неопределенности прорабатывать с вами. Вот, и это может быть тревожность из-за подспутного нежелания корректировать свое поведение в результате меняющихся обстоятельств и так далее. Вот, примечательность, что вы очень много описываете про своего кота. Вот, и это на самом деле, предлагаю, что закрепило вашу травму, но не является ее причиной. Значит, что я вам хотел сказать. Как отгонять от себя эти мысли? Как жить без постоянного страха за ранних? Ну, вот, то, что вы можете сделать уже сейчас, это рационализировать свой страх. Заниматься рационализацией. То есть, что это значит, что значит рационализировать свой страх. Это означает, что вы, как бы, задаете себе постоянно вопрос о том, вот, случилось ли реально что-то плохое с вашими родителями. Спаси мамы. Вы же понимаете, что вы боитесь того, что может произойти? Вы же понимаете, что вы боитесь того, что произойти может, но еще не произошло? И, соответственно, изматываете себя, получается, подъем зря. А то, что вы будете постоянно задавать такой вопрос, произошло ли, точка улыбаться, боитесь или нет, ну, вам будет просто-напросто спроще. Далее. Страх смерти. Страх неопределенности. Это вам, на самом деле, здесь рекомендуется экзистенциальная терапия. То есть, это терапия бытия, в которой, в ходе работы в кампускадоре, вам будут, как бы, предложены различные варианты взглядов на мироздание и взглядов на смерть в этом, собственно говоря, мироздании. И, в результате этого, ваше представление о смерти будет меняться, кроме того, что люди боятся не самой смерти, а того, что вместе с ней идет, того, как она социально окрашена в человеческом сознании, что смерть, это всегда что-то ужасное, смерть, это всегда что-то негативное, вот, но, на самом деле, это совсем другое. Человек не может попасть в такую смерть и боится он не смерти, а того, что непосредственно с ней связано. Если говорить о том, что вы боитесь потерять твоей мамы, то это связано еще раз с тем, что вы понимаете, что без мамы жить не сможете. Если запрещен страх беспомощности, страх неопределенности, он вами движется здесь, в этом направлении, и, дабы от него избавиться, вам необходимо уже сейчас становиться более самостоятельным, учиться совершать выбор и, значит, как-то быть ответственным, отделяться от мамы и вообще, может быть, даже уже начинать делать самостоятельно. А жить личной жизнью, заводить свои собственные виды деятельности, улучшения, вот, работать над личностными границами и, собственно, над личным пространством и над защитой этого личного пространства, помещать себя целенаправленно в ситуации выбора, личностного выбора, когда вам нужно будет совершать этот выбор и, тем самым, оформлять себя как личность, вот, и тем самым влиять на свою собственную реальность. Это такой вот процесс. Далее. Я бы вам рекомендовал бы обратиться к врачу психиатру для того, чтобы он проверил вас на предмет психических заболеваний, потому что, на мой взгляд, описываете вы некоторые возможные симптомы, и, может быть, вам требуется психотерапевтическое и психотерапевтическое вмешательство. Вот. Если так, то тогда вам нужно будет работать с этими специалистами. Но вот, лично я вижу, что вы боитесь потерять маму, а честно, по эгоистичной причине, мне, как бы, не иметь возможности нормально жить в этом мире без нее. То есть, ваша мама – это ваша опора. А только в том, что опорой для себя вам нужно быть самой, самостоятельной, потому что мамой когда-нибудь не станет, и вам придется жить без нее. И, соответственно, эту мысль лучше принять как можно быстрее и не думать о мягкой маме, а лучше просто жить как можно более самостоятельной жизнью. То есть, по сути дела, брать ответственность именно за себя и за свои поступки. Вот. Страх перед ответственностью, ваше, может быть, неумение нести ее за свою жизнь является здесь ключевым моментом. И, возможно, это является то, от чего происходит и от чего являются производными все остальные ваши виды страха. Вот. С этим нужно разбираться побровнее. Нариновать вам какие-то вопросы, смотреться для вас цены, и у меня тогда выбирать методы работы именно с вами. Потому что, может быть, здесь и комплексы какие-то, может быть, здесь неуверенность в себе. И тогда со всеми этими вещами нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделает его лучшим. Ссылаю вам всего самого доброго и удачи.